Здравствуйте, дамы и господа, а также джазмены! Сегодня будет альбом, который, в общем-то, поймут все. Он как бы и для начинающих, и для, уже так сказать, бывалых джазменов. Но дело в том, что музыкант уже в годах. Он родился в 1942 году. А, значит, малоизвестный. Вот я, например, почему-то его раньше как-то не слышал. Ну, не знаю. Во-первых, это трубач. Труба, как известно, это второй инструмент после скасофона в джазе. И наверняка, я вот посмотрел его биографию, он играл во множество количества оркестрах. И наверняка он как трубач, он играл в оркестрах, но в оркестрах же никто не читает имена, фамилии. И как бы в дисках они не появляются, они не светятся, о них не говорят в этих фамилиях. И вот нужно человеку самому сочинить какие-то свои произведения, чтобы о нем заговорили, и, естественно, издать свой сольный какой-то проект, свой сольный диск. И вот, как оказалось, у Карла Сандерса и таких сольных проектов за всю вот его длинную, будем так говорить, жизнь не так-то уж и много. Поэтому, может быть, и я его тоже вот как-то пропустил. И вот сейчас, когда наткнулся на этот альбом, начал слушать, просто обалдел. Замечательный игрок. Это просто, ну, я не знаю, после Майса Дэвиса не встречал ничего более интересного. Он имеет такую интересную особенность. Дует, у него очень хорошо развиты вот легкие, наверное. То есть, он умеет делать длинные вот эти вот ноты, что ли, брать. Вот эта особенность, то есть, вот длительного, так сказать, держания вот на одном дыхании. Вот, наверное, правильно сказать, игра на одном дыхании. Вот, он это очень здорово умеет. Вот, я, например, когда-то болел астмой, и я знаю, что это очень плохо. Я не смог бы, например, там играть на каком-то духовом инструменте, потому что у меня дыхалки, будем так говорить, нету, да, то есть, она слабая. А вот у него дыхание, вот это вот, как он дышит через трубу, а это слышно, это реально слышно. Это просто, это просто поразительно. Итак, Карл Сандерс родился 2-го, 08-го, 1942-го года. Трубач, композитор, педагог, работавший с Бенни Гудманом, Мейнард Фергуссоном, Стэн Кентоном, Бадди Ричем, Билл Холлманом, Клэр Фишером, а также с Франком Синатрой, Элло Фиджерал, Тони Беннетом, Пол Анко и другими. Там список просто длиннющий. Вот у него очень длинный список, с кем он играл, в каких оркестрах. Особенно в оркестрах, разумеется, трубачи играют, в больших составах. Сравнительно небогатая стольная дискография музыканта пополнилась великолепным альбомом с очень простым названием «Джаз Трампет». Это труба по-русски, что не требует перевода, но и возлагает большую ответственность на весь квартет, который отлично справился с этой задачей. То есть слово «Джаз» это ответственность, это реальная ответственность. «Джаз» не смогут играть там какие-то начинающие музыканты, это реально должны быть хорошие музыканты. А тем более его такие произведения здесь играть. Здесь, окей, я прочитаю дальше и потом продолжу. «На барабанах великий и легендарный Джо Ла Барбера». Тоже, кстати, я его не слышал раньше почему-то, но он вот как пишут, я вот так и пишу. Я прочитал много таких коротких ревьюшек по поводу и самого Сандерса, и именно по этому альбому. Я вот кое-какие вот эти вот эпиграфы вставляю именно вот оттуда, от моего прочитанного, потому что я его как бы не очень хорошо еще знаю. Не менее известный басист Чак Бергхофер и молодой, но перспективный пианист Джош Нелсон. В альбоме ровно половина стандартов и половина оригинальных вещей, которые станут стандартами. Это говорю не только я, но и другие критики, обзоры которых я читал. Альбом, который хочется слушать еще и еще, включает в себя только одну балладу. Терпение, которая так же хороша, как и все остальные композиции, исполненные в стилях свинг, мейнстрим джаз и бибоб. Вот такие три основных направления. Свинговый ритм практически присутствует во всех, потому что почти все. Одна вот баллада, остальные все быстрые такие, будем говорить, танцевальные вещи. Поэтому они свинговые все. Практически мейнстрим присутствует однозначно. Это такой, эти вот все, как это сказать, стандарты, что он играет. Ну там вот, например, я сразу отмечу широкий. Вот как он играет широкий, это просто замечательно. И даже вот его вещи, вот, кстати, его вещь мне очень понравилась Say What. Не So What, как пел, вернее, не пел, а играл Майлз Дэвис, а Say What, Скажи Что. И, значит, тоже замечательная композиция, он сам ее придумал. Но там такая мелодика, она 100%, вот я вам гарантирую, попомните мое слово, она будет стандартом, джазовым стандартом. То есть, его композиции, вот то, что он сочинил сам, да, это прям чувствуется, что они все будут хитами. Вот по-современному, если назвать, да. А по джазовому они должны стать стандартами, то есть, должны стать такими, которые будут переигрывать. То есть, людям понравится, и они будут играть, играть, играть эти композиции. Вот, так что он, как и композитор, здесь показал себя очень круто. Очень хорошие его композиции. А также и те стандарты, которые вот он играет, они тоже исполнены, ну, просто, просто превосходно. Широкий, да, вот тут я еще отметил, он, это старенький. Дюк Элингтон, Сара Воган его пела, Дюк Элингтон играл. Все оркестры вот этот Широкий играли. Он еще в 1938 году был написан. Стан Гетц, вот, например, это вот знаменитый украинец, который переехал в Америку и сделал свою студию. Значит, многих, как сказать, джазменов объединил. Вот он играл в своем оркестре и пропагандировал вот эту композицию. Ну, в общем, все стандарты хорошие и, как бы сказать, по-своему сыграны. И те, которые вот он играет, тоже великолепные. Просто альбом улетный. Поверьте мне, слушайте его внимательно. С вами был Константин из Ирландии. У нас сегодня светит солнце. Я хочу еще много чего сделать в огороде. Пока!